В Алматы в эти дни вспоминает известного художника Вадима Сидоркина. Он скончался на 62-м году жизни, оставив за собой около двух десятков художественных работ и сотни портретов. Он был выпускником Алма-Атинского художественного училища имени Гоголя, а затем и Ленинградского института живописи. Подлинный ремесленник, так вспоминают мастера, его родные и друзья. Подробнее о жизни и творчестве живописца Роберт Граф. Всю свою жизнь, говорит Зита Султанбаева, ее брат Вадим, занимаясь собственным творчеством, старался сберечь наследие своих родителей, выдающихся художников Казахстана Евгения Сидоркина и Гульфаэрус Исмаиловой. Он готовил о них статьи, телевизионные программы и фильмы. Он унаследовал от своих родителей необычайную интеллигентность, чувство собственного достоинства, высокую образованность, ну, конечно, талант. В Алматы работы мастера выставляются в Государственном музее имени Абылхана Костеева. На такие выставки всегда приходит много желающих, ведь каждый находит в работах художника что-то личное. Это был большой аристократ, при том, что он добивался больших успехов в учебе, у него была очень такая поставленная в графике рука, вместе с тем он как-то всегда был открыт для общения. Преподаватель Вадима по Алма-Атинскому художественному училищу имени Гоголя Малиновская Елизавета Григорьевна с теплотой и гордостью вспоминает о своем ученике, с которым она познакомилась, когда ему было всего пять лет. Но уже тогда в нем проявлялся талант настоящего художника. К примеру, форму геометрических фигур он мог с легкостью рисовать, не используя инструментов черчения. Ну, как педагог я могу сказать, что он очень выделялся. Он выделялся внутренней и внешней культурой, своей интеллигентностью, своей мягкостью, воспитанностью. Вадим Сидоркин творил вдохновенно, не думая о мелочах жизни. Продолжатель династии художников, участник множества выставок и обладатель престижных наград, он оставил незабываемый след в истории изобразительного искусства Казахстана, которым по праву могут гордиться наши соотечественники. Роберт Граф, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.